МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОСТЬ ПРОГРАММЫ Вячеслав Пахрин. Если звезды зажигаются... Это тренерская работа, это методика, это правильная подготовка. До важных стартов в биатлоне кипит командная работа. О событиях, явлениях, а главное о людях, точнее, в ближайшие полчаса в студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Сегодня в Тобольске дали старт строительству комплекса по глубокой переработке углеводородного сырья ЗАПСИБНЕФТИХИМ. Это один из крупнейших инвестиционных проектов, который реализуют в этом году. В торжественной церемонии участвовал губернатор Цуменской области Владимир Якушев и гендиректор компании Сибур Дмитрий Конов. Завод будут возводить 16 тысяч человек. Вместе со всеми объектами инфраструктуры он займет более 400 гектаров земли. На предприятии будут заниматься выработка этилена 1,5 млн тонн в год, а также пропилена и полипропилена до 500 тысяч в год. Продукция ЗАПСИБНЕФТИХИМ будет направлена на импортозамещение востребованных на российском рынке полимеров. Мы работаем в долгосрочном соглашении с компанией Сибур. Мы предоставляем весь набор, который мы сегодня можем представить в рамках действующего законодательства. Это предоставление налоговых льгот по всем направлениям. Это все вопросы, которые связаны сегодня с техническими моментами, которые возникают при реализации этого проекта. То есть мы в всех этих взаимоотношениях мы очень плотно работаем с компанией. Инвестиционный портфель в Тюменской области продолжат наращивать, несмотря на сложности в экономике. На 2015 год намечена работа над более десятком крупных инвестпроектов. Часть из них – развитие уже действующих производств. Например, открытие третьей очереди Антипинского нефтеперерабатывающего завода и строительство второй очереди завода компании «Динаэнерджетикс». В феврале уже начала работать первая очередь Елутровского молочного комбината компании «Данон». Кроме того, будут запущены предприятия по производству керамического кирпича, сухих строительных смесей и переработки рыбы. Среди новых крупных проектов – возведение завода по переработке торфа, строительство свинокомплекса, предприятия по производству упаковочной тары, логистических центров и лесопильного завода. Все это позволит не только здоровить областную экономику инвестиционными вливаниями, но и создать более 43 тысяч рабочих мест. Уже сейчас в реестре Тюменской области более 300 проектов с объемом средств 1,5 трлн рублей. О том, как увеличить приток инвестиций в регионы 18 февраля, поговорят ведущие российские экономисты, политики, бизнесмены и иностранные эксперты на втором инвестиционном форуме. Прямая трансляция начнется в 12 часов на канале «Тюменское время». От проектов крупных к малым перейдем. Начинающие предприниматели ищут деньги для старта. В условиях экономической нестабильности двери банков для молодежи чаще всего оказываются закрытыми. Но если есть цель, будут и средства. Откуда выясняла Дарина Скорнякова. 500 тысяч рублей молодому предпринимателю понадобились для запуска мобильного бизнеса. Приложение с доступом ко всем скидкам магазинов города. Я обошел в общей сложности где-то около 20 банков. Где-то я не подошел, потому что мне там мало лет. Где-то я не подошел, потому что у меня нет кого-то обеспечения. Деньги решил найти в интернете. О своей идее бизнесмен рассказал на российском сайте добровольных пожертвований. Это аналог американского кикстартера. Такие, как Руслан, здесь собирают миллионы. Главный плюс у такого способа возвращать долг и делиться процентами ни с кем не надо. Обратная сторона медали риск потерять время и свою идею. Если завтра проект заканчивается, вам не хватило всего лишь 50 рублей, все деньги автоматической системой раскидываются обратно. Собрать деньги у Руслана не получилось. Попробует еще раз. Участвовать в проекте можно неограниченное число раз. А вот Алиса и Александра придумали бизнес без первоначальных вложений. Коробки с сюрпризами они продают всего два месяца. Сто процентная предоплата и заказ готов. Выручку откладывают на открытие собственных салонов. Мы ждем подтверждения регистрации товарного знака. И уже поступают заявки из других городов. В частности, сейчас мы рассматриваем две заявки из Санкт-Петербурга и из Анапы на открытие наших филиалов. Заказы есть. Мы нарабатываем постепенно клиентскую базу. Если банки закрывают перед вами двери, то еще одним способом найти деньги на открытие своего дела может стать инвестиционное агентство. Займы здесь выдают всего под 7% годовых. Аналогов такой лояльной программы поддержки нет ни в одном регионе страны. В отличие от обычных банков, деньги под стартапы здесь дают охотно. Средний займ в районе 350 тысяч рублей. Понятно, что по закону мы выдаем до миллиона до года. Самый маленький был 14 тысяч рублей. Кстати, из-за кризиса число займов в агентстве не сократилось. Единственное, отбор стал жестче. На особым счету проекты, где применяют новейшие технологии. Из новых проектов очень интересная Костеп-Тюмень. Это когда бывшие шины идут на переработку, из них будут делать спортивные площадки. Какой бы путь в поисках денег не был выбран, реалии таковы. Чем необычнее проект, тем непривычнее окажутся и способы его финансирования. Неизменным же останется четкий бизнес-план, который и определит успех проекта. Дарина Скорнякова, Дмитрий Бурматов, Павел Михайловский. Тюменское время. Далее краткий обзор событий. Узнаем, какую рыбу в Тюмени нельзя ловить и как выбрать голос общественного транспорта. Ловить стерлядь и нельму во всех водоемах Тюменской области теперь запрещено. Популяция этих видов деликатесных рыб катастрофически падает, поэтому на отлов стерляди имеют право только научные организации для искусственного воспроизводства этих осетровых. За нарушение ограничения рыболоволюбители и юридические лица понесут административное наказание, а в случае причинения крупного ущерба им грозит уголовная ответственность. Предыдущие правила рыболовства также запрещали промысел нельмы на реках Табол, Тавда, Тура, Исеть, Ишин и Иртыш. Новый приказ Минсельхоза включает все водные объекты Опертышского рыбохозяйственного района. Запрет будет действовать до конца 2015 года. Тюменское президентское кадетское училище станет площадкой молодежного форума «Утро-2015». Полторы тысячи самых талантливых молодых людей из шести уральских регионов представят свои проекты. Участники встретятся со знаменитыми деятелями Урала и России в сфере науки, искусства, спорта, политики и общественной деятельности. Посетят тематические лекции и мероприятия. Особенностью Тюменского форума станут три дополнительные образовательные площадки «Урал-арктический», «Урал-исторический» и «Урал-безопасный». Лучшие проекты, выбранные экспертным советом, получат гранты. Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Утро-2015». У Тюменского общественного транспорта появится свой голос. «Тюмень-Гор-Транс» предлагает горожанам выбрать, кто будет объявлять остановки во всех автобусах. На официальном сайте на суд пассажиров представлено два женских и два мужских варианта озвучки. Итоги голосования подведут 21 февраля. А к 9 мая уже запишут небольшие истории о тех людях, в честь которых названы остановки. Рассказать немножко о них, почему их честь названа. И будет молодому поколению это интересно, ну и старшему поколению тоже приятно, потому что они давно уже просили нас это сделать, и мы решили все-таки учесть их пожелания. Меморандума о сотрудничестве во вторник подписали Владимир Якушев и Аким с Североказахстанской области. Отношения между регионами давние и тесные, причем в разных сферах – медицине, туризме, торговле. Только в прошлом году сумма товарооборота составила более 100 миллионов долларов. А сегодня гости посетили несколько ключевых тюменских предприятий. Акима впечатлила деревообработка. Такой проект они планируют реализовать и у себя. Метология меня удивила. И теперь рабатывающий завод, который имеет очень хороший результат по переработке. Поэтому в этом направлении мы сейчас будем сотрудничать как с потребителей. А в целом, конечно, такие проекты нужны и нам. Адюменские аграрии сейчас активно изучают сою – правильную, а не трансгенную. Культура семейства бобовых полезная и универсальная. Например, для производства сыра подходит. Однако климат наш не любит. Как получить хороший урожай в Сибири? О соевых тонкостях. Вера Баранова. Начало августа на соевом поле в Нижнетавдинском районе. И предприниматель Андрей Бобров впервые посеял эту культуру. Немного, чтобы понять, стоит ли за ней убраться всерьез. Конечно, урожай, наверное, не тут будет. Ну и страшновато. Поэтому попробовали 50 гектар посеять в этом году. То есть, как бы, если уж и не получится, то не сильно ущербно. А если будет получаться, то будем смотреть. В 2013-м не прогадали. Аграриям повезло с погодой, чего не скажешь о прошлом лете, когда в хозяйствах области южная культура попросту замерзла. Это у нас конъекция образцов, слои, которые мы вырастили в прошлом году. Это все, что удалось спасти специалистам аграрного университета после ночного заморозка прошлой осенью. Она растет быстро и цветет, и развивается на коротком дне, близком к 12 часам. А у нас здесь летом бывает от 14 до 18 часов. И на таком дне длинном она очень затягивает свой рост, не цветет, зацветает только в конце августа. Но и этого урожая могло не быть. Ученые схитрили, сымитировав раздельную уборку. Собрали еще не поспевшую сою, а через 10 дней зерно дозрело в снопах. Метод на заметку другим хозяйствам. Сегодня же основная задача тюменских агротехников – вывести скороспелые сорта, чтобы соя при нашем климате взошла за 95 суток. Культура особенно полезна животноводческим хозяйствам. С одного растения собирают около 500 штук семян. Кроме того, соя в три раза дороже пшеницы, и в этом смысле ее выгодно сеять. Однако она капризна к погодным условиям. Чтобы подстраховаться, помимо раздельной уборки, ученые предлагают сеть редки с севера на юг и не использовать южные сорта. Что же касается сои как продукта, ученые развенчивают все мифы о ее вредности. Ее и варят просто, вот как горошницу варят, так и ее варят. Из нее можно получать молоко. Есть специальный аппарат, который так и называется – соевая корова. Там семена измельчаются, получается мука, она заваривается. Кстати, именно из соевого молока на Кубани делают знаменитый творог – сыр тофу. А в Тюменской области этой весной соей планируется засеять более 3,5 тысяч гектаров в пяти районах юга области. Верборанов Андрей Харькин. Тюменское время. Порыв в тепломагистрали, случившийся накануне в районе пересечения улиц Дзержинского и Хахрякова, устранен. По данным пресс-службы компании «Фортум», параметры тепловой сети восстановлены около двух часов ночи. Возврат отопления и горячей воды в домах теперь зависит от работы управляющих компаний. Дорожное полотно также восстановлено. Напомним, в понедельник в полдень фонтан горячей воды в центре Тюмени разбил асфальт. Люди не пострадали, чего не скажешь о машинах. Без тепла остались 20 домов и школа, которая закрыта на карантин. О том, что труба дала течь, тюменцы сообщают в жилищную инспекцию. С начала года пришло уже порядка 60 жалоб на проблемы с подвалом. И некоторые ситуации не разрешились до сих пор. Даже специалисты упираются в стену преткновения. Убедился в этом Александр Гришаков. Уже второй месяц, вот, бежит уже пол, уже начал подниматься, сдуваться. Весь ремонт на смарку переживает баба Лиза. Скорее всего, из-за затопления подвала. Квартира пенсионерки на первом этаже. Увидеть все, что творится в подвале, а тем более записать на видео у нас не получилось, запотевает все, и очки, и камера. Еще бы, ведь вода в трубе 90 градусов практически сразу превращается в пар. Обращение в управляющую компанию эффекта не дали. Деньги платим громадные, каждый месяц, вот, а делать ничего не хотят. А бабушка где, что сама сделает? Вот где бабушка это все сделает? На какие шиши? Впрочем, специалистам управляющей компании удалось обследовать подвал. Там сухо, но порыв действительно есть. Как раз под квартирой бабы Лизы. В районе первого подъезда проходит транзитный трубопровод, подающий горячей воды диаметром 159, и возникает течь данного трубопровода, в результате чего страдают жильцы первых этажей. Трубопровод транзитный, а значит принадлежит городским властям, поэтому управляющая компания к нему даже притронуться не может. Ремонтом таких сетей занимаются арендаторы, их компания «Тепло Тюмени». Раньше они не раз ремонтировали эту трубу, а теперь перегородка бывшей мусорокамеры стала стеной преткновения. При проведении работы возможно просто обрушение данных конструкций, поэтому это представляет некую угрозу для сотрудников нашей организации. Проведение работы возможно при условии того, что управляющая компания демонтирует эту стену, и в этот же день будут проведены ремонтные работы. Чтобы снести стену, потребуется не более часа. Только решение нужно принять на общем собрании жильцов. Оперативно его организовать собственники не смогут. Да и не хотят. На каком основании? Мы ее не сооружали. Она конструктивно предусмотрена была, когда строился дом много-много лет назад. Вот и все, и больше понимания, в общем, мы не нашли. Кто победит в этом споре, пока не ясно. Горячую тему до сих пор обсуждают. Только Бобилизе от этого не легче. Хоть умирай тут. Александр Гришаков, Николай Комаров. Тюменское время. Тюменцы получили дополнительное время. Жителям области дают еще два месяца на раздумья, чтобы определиться, куда с июня 2015 года перечислять взносы за капремонт. В общую региональную копилку или на свой спецсчет. Об этом мы и поговорим с заместителем губернатора Тюменской области Вячеславом Вахрином. Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Спасибо, что пришли. Срок продлили. Почему? Потому что собственники вовремя не самоорганизовались, не провели собрания? Ну, собственно, да, из-за этого. Потому что было два месяца для того, чтобы эта работа была проведена. Очень малое количество собственников провели такие собрания, определились. Дальше органы местного управления в силу закона назначили такие собрания. Понятно, что собраний нужно провести огромное количество. И органы местного управления назначали во время, когда могли бы послать специалистов. То есть получилось в 9, в 10, в 11 утра, в простые дни такие собрания инициированы. И многие люди восприняли это как отсутствие возможности сделать выбор, вообще поучаствовать в таком собрании. И поэтому губернатор принял решение продлить этот срок еще на два месяца, до 18 апреля. Судя по предварительной информации, пока единицы, можно сказать, домов решились копить самостоятельно на своем спецсчете. Это, скорее всего, какие-то новые большие дома, где много собственников, много квартир. Поначалу, может быть, и будут люди, которые решат копить деньги на собственном счете, а потом через некоторое время они все равно поймут, что это бессмысленно. Ведь деньги, когда копятся на счете, они будут годами обесцениваться, фактически лежать мертвым грузом. А если деньги находятся в региональном операторе, то они сразу же уходят в работу. И вся система капитального ремонта, она заточена таким образом, что небольшой платой все платят в течение 30 лет. И, соответственно, в рамках этого срока гарантированно получают капитальные ремонты всех конструктивов. Причем у нас программа так построена, что если однажды конструктив, допустим, кровля отремонтирована, то в следующий раз она будет в регламентный срок снова отремонтирована. Допустим, мягкая кровля через 8 лет снова в программе. И то есть, когда 30-летняя полоса пройдет ремонтов, а глянемся назад и увидим, что недоремонтов больше нет. Каждый конструктивный элемент ремонтируется строго в регламентный срок. Срок продлили до 18 апреля. Если не определятся собственники, то автоматически попадают в областной срок? Да, ничего страшного. Вот те собственники, которые считают, что они и так хотят... Ну, учуги так скажут. Да, они и так хотят, значит, работать с региональным оператором под гарантией правительства Тюменской области получать ремонты. Они отдают себе отчет, что сами не смогут на своем собрании решить всех организационных вопросов, выбрать подрядчиков, материалы, проверить качество и так далее, значит, сформировать сметы. Ну, все вот это выполнить не в состоянии. То есть, они могут совершенно спокойно и не проводить никаких собраний. Потому что, если сами собственники не определяют с выбором, то органы местного управления принимают автоматически единственное решение. Деньги такие собственники будут копить на счете регионального оператора. Вот меня, знаете, что смущает? Долги за ЖКУ у нас в любом случае растут. Если человек не платит за ЖКУ годами, месяцами, он также не будет платить износ на капремонт. Когда подойдет срок делать этот ремонт, не могут ли этому дому отказать? У вас вот столько-то собственников не платили, и поэтому не накопились у вас нужные средства? Нет. Дело в том, что все дома сейчас по конструктивам уже в программе опубликованы. Там у нас, получается, 5-6 леток. То есть, в 6-летней полосе стоит кровля, следующий раз стоит кровля, следующий раз кровля. И так по каждому конструктиву. Это же своего рода касса взаимопомощи. Мы со всех собрали по 7,50, да? И эти деньги, получается, 2 миллиарда в год. К ним добавили полмиллиарда бюджетной поддержки, и 2,5 миллиарда потратили на капремонты в текущем году. В следующем году снова все, и в том числе те, кому уже ремонт произведен, снова заплатили свои 7,50 с квадратного метра. И эти 2,5 миллиарда снова потратились на капремонт. Правительство Тюменской области выступает гарантом проведения этих работ, несет имущественную ответственность, отвечает бюджетам региона. И, кроме этого, у нас еще предусмотрено много специфичных механизмов, в том числе страхование строительно-монтажных рисков, которые позволят, ну, по сути дела, и, так сказать, исправить ошибки, которые могут возникать в процессе налаживания этой системы. То есть, если подрядчик что-то там не сделает? Безусловно. Если подрядчик что-то там не сделает, то сегодня зачастую уже, ну, все называется, поезд ушел, никого не найдешь, ни с кого ничего не взыщешь. А он еще и обанкротится. А мы предлагаем систему такую, чтобы это все можно было исправить через страховое возмещение. Спасибо большое за информацию. Приходите к нам еще. До свидания. Спасибо. Спасибо. О взносах на капремонт мы говорили с заместителем губернатора Тюменской области Вячеславом Вахриным. Сразу в двух тюменских школах появятся экспериментальные классы спецподготовки спортсменов. Это 57-я на Войновке и 64-я на улице Лагунова. Такое решение приняли в городских департаментах по образованию и спорту. Записаться в спецкласс могут девятиклассники, уже имеющие на руках результаты ЕГЭ. Среди критериев отбора – наличие спортивного разряда и достижения в своем профиле. Кроме основных предметов и физдисциплин, в расписании предусмотрены лекции по психологии и педагогике. У нас будут уже готовы специалисты на выходе из школы. И я думаю, что институт физико-культуры было бы любопытно их получить в свое распоряжение, как студентов этого вуза. Чтобы попасть в такой класс, надо подать заявление в школу на имя директора. Документы будут принимать в течение летних каникул. Учиться всю жизнь, повышая свое мастерство и радуясь победам воспитанников. Ведь если звезды зажигаются на биатлонном Олимпе, значит тренер поработал на славу. Кроме таланта и целеустремленности самого спортсмена, без наставника никуда. О командной работе перед большими стартами. Анастасия Макеева. Семь минут восстановления, время пошло. Гонки или отдых, тренировочный процесс выстроен до минуты. Сборная Тиминской области по биатлону готовится к чемпионату России. Мышцы должны быть готовы переносить такие нагрузки в течение нескольких недель. То есть делаем достаточно длинные объемные тренировки. И чередуем их с короткими вкраплениями из таких тренировок, на которые вы с ним попали. За плечами Максима Кугаевского 20 лет тренерской работы. Он готовил таких звезд биатлона, как Андрей Маковеев, Владимир Григорьев и Сергей Баландин. Но самый выдающийся его воспитанник Евгений Гараничев. Олимпийский призер, шестой в Кубке мирового биатлона. Чтобы добиться таких результатов, нужны огромное упорство и талант самого спортсмена. Остальное уже, скажем так, это тренерская работа, это методика, это правильная подготовка в течение многих лет, это подводка в течение многих лет. Достаточно сказать, что с Евгением мне пришлось пройти все этапы. То есть он пришел ко мне с лыжных гонок в восьмом году, и мы с ним прошли все этапы. Я вместе с ним пошел в сборную команду молодежную, потом в основной состав сборной команды тренировать. Сашка, работайте, работайте на передаче! Вот! Талантливый тренер способен увидеть будущую звезду еще на раннем этапе. Его задача не только раскрыть способности, но и развить их. Понимание спортсмена чувствует, что вот ему тут надо добавить, что-то подработать, недостатки увидеть. Он же смотрит, мы как бы не можем с собой следить все это со стороны более виднее. В Центре подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой сейчас занимаются около сотни мальчишек и девчонок. С ними работают тренеры разных возрастов. Нужно все равно передавать свой опыт и учить молодых тренеров. Но несмотря на то, что они молодые, они уже подготовили хороших спортсменов. Они сами учатся в магистратуре, в аспирантуре, поэтому стараемся, чтобы постоянно их мастерство росло. В этом сезоне биатлонисты уже отличились на юношеском олимпийском фестивале и попали в финал спартакиады учащихся России. Конечно, переживаешь, когда внутренне, когда на рубеже, когда промахи, когда что-то делают не так. Даже вот с этими спортсменами гораздо больше времени проводишь, чем со своими детьми, которые подрастают, как говорится. Это и на сборах, это и постоянно, и на выездах, и на соревнованиях, и везде. Талантливых ребят в регионе хватает, но от того, как тренеры будут работать с ними сейчас, зависит количество их будущих побед. Анастасия Макева, Сергей Мякишев, Дмитрий Бурматов. Тюменское время. Телеканал Тюменское время объявляет детский конкурс «Мой папа – лучший», приуроченный к празднованию Дню Защитника Отечества. Для этого нужно снять минутный видеоролик про своего отца. Принять участие можно детям до 14 лет вместе с родителями. Ждем ваши материалы до 19 февраля 2015 года. Три самых оригинальных ролика будут показаны в программе «Утро с вами» 24 февраля. И на сегодня это все. Хороших вам новостей. Смотрите точнее. До свидания.